Из Минска в Петербург, в Москву и даже Париж, а главное, все за один день. Такое путешествие кажется невозможным, но если побродить по столичным улицам и заглянуть в потайные дворы, то, впрочем, закройте глаза. А теперь можете открыть. Мы словно оказались в Санкт-Петербурге. Расположение домов напоминает питерскую застройку 19 века, в народе дворцы-колодцы. Часто ворота внутрь закрывают жители домов, но только не в Минске. Несколько лет назад столичные энтузиасты стали устраивать просмотры советских фильмов прямо во дворе. А шум и музыка привлекала все больше любопытных прохожих. Теперь Красный дворик – культовое место концерта, фотовыставок, литературных вечеров и фотосессий. Мы приходили сюда пару раз, но тут очень атмосферно, душевно, и здесь получается хорошая фотография. Именно этот дворик на Демиге, он, наверное, самый популярный, а по Минску таких, мне кажется, очень мало. Сейчас оригинальные водостоки уже заменили на новые. На стенах установлены кондиционеры и нарисованы граффити. Но колорит остался, поэтому прогуливаясь по улице Революционная, не забудьте нырнуть в ворота с колодцем. А теперь мы по книге Александра Радищева отправляемся в путешествие из Петербурга в Москву. Вот то место, где можно совершенно безнаказанно полазить по московскому Кремлю с башни часами. А еще бесплатно подкачаться или поиграть в футбол-баскетбол. Российский уголок с детской площадкой воркаутом организовали в Минске московские специалисты. Я хотя здесь не живу, но мне нравится сюда приходить, потому что здесь тихо, красиво. Ну вот, надеюсь, малыш подрастет еще оттонит и детскую площадку. Тут в футбол часто играют на самом деле. И там вот еще есть площадка детская, там тоже много людей бывает. Сейчас все понятно, потому что все разъехались, видимо. И вон там еще площадка. То есть три площадки на одном дворе. Прикольно. Наверное, Москва глазами детей выглядит именно так. Взгляните и вы на Кремлевский дворик, который спрятался на проспекте Независимости недалеко от Площади Победы. А мы едем дальше. От Москвы до Парижа почти три тысячи километров. Но я уже вижу вдалеке Эйфелеву башню. Я чувствую себя великаном, покоряющим главный символ Парижа. Вот так условно тысячи километров мы преодолели за полчаса и оказались на миниатюрной копии башни Эйфеля. Взрослые во французском дворике могут отдохнуть и поговорить о городе высокой эстетики. А детей манит возможность залезть на самую верхушку. Я сюда только прошлым летом переехал с мамой. И она тут уже была. И я уже научился лазить на третий этаж с друзьями. Мне это очень понравилось. Могу показать сейчас, если нужно. За минуту мальчик Илья оказался на верхушке Парижа. При этом высматривая неподалеку национальную библиотеку. Мини-башня в сто раз ниже и более чем на сто лет моложе своего оригинала. Тем не менее, фотографии возле нее получаются не хуже. А вот атмосферу каких городов можно ощутить на Октябрьской улице. Излюбленный белорусско-бразильскими художниками судить каждому из нас. Но одно можно заметить точно. Минск красив и самобытен в каждом своем уголке. Нужно лишь смотреть по сторонам. Алена Чернявская, Андрей Иваненко. Утро. Студия хорошего настроения.